И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по нашему бездонатику. Сегодня мы купим новый комплект, затестируем его, посмотрим, насколько он нагибающий. Я думаю, что это один из лучших комплектов М2 вооружения. Если сравнивать и корпус, и пушку, то лучше может быть только Вика Гром, я так думаю. Но сегодня мы покупаем Вика Твинс, комплект Минотавр. Наконец-таки я накопил кристаллы на данный комплектик. Думал, что я уже не успею их накопить, но сложилось все очень-таки удачно. Вчера я выполнил цепочку, взял контейнеры, ну вернее, мне выдали контейнеры. Из контейнеров мне выпало три раза по 3,5 тысячи кристаллов, а как раз-таки мне не хватало около 10 тысяч. И сейчас у меня на аккаунте имеется 205 тысяч кристаллов. 203 тысячи стоит у нас данный нагибаторский комплект. Я чуть не купил другой комплект. Так что мы сегодня купим данный комплектик и покатаем в ДМ-очке. Мне там надо заданку выполнить, заодно потестим, насколько жесткий нагибаторский у нас имеется такой вот комплект. Что касаемо Викинга, то безусловно, я его буду прокачивать до М3. Ну и Твинса тоже выкачаем. Посмотрим, насколько он будет нагибать. На этом аккаунте у нас имеется три пушки, которые уже на максимальную прокачку выкачаны. Гром у нас и Фриз выкачаны до М3, смока выкачаны с М1 до М2. В принципе, на ней я не играю и она мне не нужна. Диктатора я тоже выкачал до М3. Ну, не знаю, нужен ли будет он мне в будущем. Не нужен будет он мне. Посмотрим. Ну, а сегодня именно-таки сейчас быстренько закликаемся куда-нибудь в карту. Где у нас тут демочки. И посмотрим, что вообще по Вика Твинцу можно сказать. Безусловный минус, который я сразу уже знаю, который у него сейчас будет, это, конечно, нет устройства. Устройство мне на Твинца придется покупать, если я захочу на нем играть. Мне надо будет купить устройство без сплэш-урона, чтобы не было таких неприятных моментов, когда я подъезжаю в упор к танку и наношу сам себе урон. Что касаемо дальности, то М2 Твинцу, я думаю, устройство на дальность, в принципе, не нужно. 30 секунд уже ждем и до сих пор меня в каточку не бросает. О, забросили куда-то меня. Попробуем набить 50 киллов на непрокачественном Вика Твинце. Посмотрим, реально ли это вообще, в принципе, сделать. Он какого-то нагибаторского подписчика даже уже в катку забрасывает. Ну, конечно, самое крутое, что есть в этом комплекте, я так думаю, это, конечно же, модуль, который у нас имеется от Твинца. Бывает, очень задалбливают меня всякие нагибаторские твинцы на катках. И данный модуль мне очень-таки пригодится. Ну, одного я сливаю, смотрим, как второго. Второе у нас что-то не улетает быстро. Я думал, что он побыстрее уйдет на респ. Но не получилось. Не такой уж нагибаторский этот Вика Твинц, как я думал. Давайте, 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 сливаем, 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 сливаем. Аптечку прохавает. Ну, если сравнивать Твинца с Фризом на минимальной дистанции, то, конечно, Фриз будет пободрее, чем этот Твинц. Ну, даже не сказать, что мне нужен был из этого комплекта именно Твинц. Это просто как дополнительная пушка, которая у меня будет на этом аккаунте. Ну, а, конечно, мне с этого комплекта больше всего нужен был именно-таки Викинг и модуль от Твинца. Потому что Твинцов в таких катках очень-таки много встречается. И бывает необходим данный модуль. А чтобы его не покупать отдельно, это самое лучшее решение купить именно-таки в комплекте. Пока я бы не сказал, что очень-таки жестко нагибает данный комплект. Ну, в принципе, стабильный набор киллов. Не более. 6 киллов уже набрал. Можно было бы, конечно, набирать данные киллы побыстрее, если бы я бы играл бы на каком-нибудь Фризе. Ну, и сами понимаете, к звонкам меня тоже тут большим закидывает. Поэтому тут очень-таки спорный момент. Я на старшем лейтенанте уже играю с подполковниками. Поэтому спорный. Спорный моментик. Возможно, именно на моих званиях, то есть на старшем лейтенанте и ниже, данный комплект бы нагибал намного ярче. Ну, понятное дело, что если выкачать его до М3, то это будет намного ярче выражаться в плане нагиба. Ну, а пока, в принципе, я думал, что Твинц на дальности, вот именно на средней дистанции, будет нагибать хуже. А, в принципе, неплохо-таки себе нагибает. Я думал, что будет в какой-то мере лучше именно данный комплект, в какой-то мере хуже. Думал, что на ближней дистанции именно-таки урон по танку будет проходить намного быстрее. Ну, в плане именно убивать я его буду быстрее. А на средней и дальней дистанции, ну, понятное дело, на дальней дистанции я ничего не смогу сделать. Но именно на средней дистанции я думал, что Твинц, вот эти именно Твинцинки уже не будут долетать. Но они долетают, и мне это, в принципе, очень-таки нравится, что урон у нас доходит до танка. Вот даже с такого расстояния проходит максимальный урон. Именно на Твинце, и это жестко-жестко-жестко. 12 киллов я уже набил. Не знаю, можно было бы, в принципе, постараться набить здесь 50 киллов. Но карта, конечно, не самая удачная для набития именно 50 киллов. И есть еще определенные моменты. У меня нет резистов от Жиги от Фреза. Ну, а Жиг и Фрезов на данных званиях сейчас встречается очень много. И это, конечно, определенный минус. Ну, ничего страшного. Сейчас попробуем понагибать. Как минимум, первое место с этой катки надо забрать. Ну, а дальше будет видно. Получится мне набить именно-таки 50 киллов или не получится. Хотя, в принципе, остается 5,5 минут. Я набил только 15. Скорее всего, я набью где-то около 40. Надо постараться. Ближе к 50. Для красоты, для нагибчика. Ну, если честно, я ожидал большего от данного комплекта. Ожидал большего нагиба именно-таки от пушки. Про корпус говорить нечего. Понятное дело, что это лучший корпус в игре. Что касаемо именно-таки и скорости, и соотношения к его здоровью, то это, безусловно, очень круто сочетается и скорость, и хпшка. Что касаемо именно-таки диктатора, там не хватает немножко вот этой скорости. Есть определенная высота, которая может помогать тебе при раскачке. Например, играя на том же громе, да. Но нет вот этой вот скорости, которая бывает решает именно при увозе флагов. Поэтому как-то так. 17 киллов я набиваю. 4,5 минуты у нас остается. Ну, попались, конечно, такие нагибаторские уже всякие аккаунты. И не получается мне тут особо ничего показать на своем твинсе, который, понятное дело, не качан еще ко всему. Поэтому как-то так, как-то так. Если бы я в этой катке играл бы на своем громе, то я уверен на 100%, что я бы, в принципе, набил больше киллов, не в зависимости от резистов и не в зависимости от прокачки именно противника. Поэтому как-то так, как-то так. 4 минуты до конца боя, 22 килла я набиваю. И, в принципе, постараться набить 40 киллов было бы очень-таки таким весомым челленджем, я бы сказал. Но когда тебя респит рядом с такими нагибаторскими хорежигами, понятное дело, что у тебя вообще ничего не получится сделать. И как бы ты не хотел нагибать, даже Фрис тебя в упор просто размажет. Прожмем, конечно, овердрайв, но это было вообще бессмысленно, по сути. Вот он играет на своей хорежиге. При том, что он играет с приваренной башней и не понимает вообще, что надо делать на карте. Но он спокойно может разнести мой танк просто за счет того, что у него есть пушка, которая при ДД уроне, при двойном уроне наносит просто колоссальный урон. И это, конечно, очень-таки печально. Меня кто-то уже тут зовет на какую-то каточку. Зачем вы меня зовете? Меня тут, блин, нагибают. Нагибают меня. Ожидал я здесь увидеть каких-нибудь харьков М1 хотя бы, но ни одного такого легкого танка в бою я не вижу. И это очень-таки плохо, плохо. Что не получается зарабатывать именно такие быстрые киллы. И Твинс не забирает все фраги, которые именно идут в борьбе между двумя-тремя игроками. Это тоже определенный момент, который не нравится мне уже сходу на данном комплекте, на данной пушке. В принципе, по Викингу говорить нечего. Викинг это стабильный корпус. Но вот именно пушка меня не особо радует. Не особо радует своим вот этим нагибчиком, когда ты можешь просто подъехать на той же Жиге на том же Фризе или по таймингу попасть на Громе и забрать у тебя фраг просто на легчайшем уровне можно. Но от Венцом ты ничего не сделаешь. Будешь бить стабильный урон. И при этом у тебя все равно Фриз будет забирать. Фриз или Жига будет забирать всегда килл. Поэтому это очень-таки печально. Вот сейчас я мог бы тоже потерять килл, если бы данный Гром хоть чуть-чуть бы подумал и правильно бы выстрелил. У меня бы не было бы шансов забирать данный танк. Что касаемо тут этого, сольем. Ну а здесь, видите, Фриз просто спокойно, о чем я и говорил, спокойно может у меня забрать килл. Так как урон у него за секунду чуть-чуть больше. А если у него чуть больше урона, значит шанс того, что заберу данный килл я, а не он, намного меньше. Как-то так печально и очень-таки неинтересно играть на данной пушке. Поэтому, если вы, ребят, купили данный комплект, или в принципе думаете, какой приобрести комплект, либо Вика Твинца, либо Вика Грома, я бы посоветовал бы прикупить именно-таки Вика Грома. Потому что есть определенный минус по этому комплекту. Есть тот момент, который мне серьезно, вот прям сейчас уже не нравится, сыграв один бой, я уже понимаю, что играя на Фризе или Жигет, я бы набивал намного больше киллов, несмотря на карту, просто за счет того, что у данных пушек больше урон в секунду. А когда у тебя нету такого вот именно момента, когда ты можешь забрать или, ну, если говорить, открыто скрысить килл, то смысла в этой пушке, в принципе, нет. Да, может быть, она будет хороша именно на маленьких картах в ББП, именно в безнарных всяких боях на полигонах ЦП. Но, а что касаемо именно-таки матчмейкинга, есть намного круче пушки. И, в принципе, надо тестировать, надо смотреть. Но на полигончике ЦП, я думаю, что Твинс вот данный именно зашел бы намного лучше, чем в той же демочке, в которой мы сейчас находимся. 33 килла. Набиваю я, в принципе, первое место. Делю ее с нагибатором, который играл, если не ошибаюсь, на Викинга Фризе. Ну, и могу так четко сказать, что есть все-таки комплект, который мог бы поспорить с данным комплектом. И, можно таки сказать... Ну, просто у меня уже есть огромное в данном аккаунте. И у меня другого варианта при покупке именно комплекта на данном аккаунте не было. Будем прокачивать Вика Твинс. Посмотрим, что он покажет именно в М3 модификации. М2 модификация в фулл прокачке, я называю это М3 модификацией. Посмотрим, что он будет показывать. Ну, а модуль это, конечно, круто. И никогда модуль М2 на таких званиях лишним не будет. У меня на этом все. Если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok